Члены Туапсинского киноклуба при городском молодежном центре к юбилею победы сняли игровой фильм о Великой Отечественной войне. Премьера состоялась 3 апреля. Автор сценария – участник киноклуба Георгий Баладьян. Его идею поддержал руководитель клуба режиссер Алексей Кучма. В съемках были задействованы школьники, студенты, а также туапсинец, ветеран войны Илья Семенович Корчагин. С создателями фильма встретилась Леона Коблева. Само название игрового короткометражного фильма «Память» как будто призывает сегодняшнее поколение помнить тех, кто ценой своей жизни подарил мирное небо над головой. В основе ленты – воспоминания фронтовика о былых сражениях. Эту роль играет участник Великой Отечественной ветеран Илья Семенович Корчагин. Он прошел войну от первого и до последнего дня. Участвовал в Сталинградской битве. Ветеран видит молодежь, вспоминает себя и в финале фильма эта же молодежь и ветеран встречаются вместе непосредственно в кадре. Есть некая связь между ними, это часы, которые играют везде, это его часы якобы. Эти часы он в конце концов передает еще своему внуку. Внук – это тоже реальный внук этого ветерана. То есть все как бы на самом деле связано действительно как поколение. То есть мы даже ничего не придумываем. Это практически все из жизни. Ну и за исключением самого, так скажем, замысла общего. Идея фильма принадлежит Георгию Баладьян. Поддержали ее руководитель киноклуба, режиссер Алексей Кучма и оператор Марк Тюрнев. Время тратилось в основном на организацию съемочного процесса. Воспитанники клуба вместе с профессионалами тщательно разрабатывали сценарий, придирчиво выбирали натуру, до мелочей продумывали гримы, костюмы. Глубоко уважаю тех людей, что в годы Великой Отечественной войны фактически дали возможность мне и всем нам жить. Я благодарен очень сильно. И когда меня пригласили сниматься, я с большим энтузиазмом принял участие в этой работе. Фильм был снят всего за три дня. Реквизиты костюмы предоставили музей обороны Туапсе и городской молодежный центр. Но в основном все собирали сами. Евгения Горчакова – одна из тех, кто примерила на себя солдатскую форму. Прежде ей удавалось играть только в массовке, но после кастинга Жене была дана одна из главных ролей в этой киноленте. По сюжету это девушка главного героя, которая провожает его на войну, а в следствии это еще и девушка главного героя, но в современном мире. Я считаю, что решил задействовать ветерана, так как, чтобы и мы могли наблюдать за непосредственно живым еще участником войны, это было более правдоподобно, и мы с большим пониманием, трепетом относились к подобным мероприятиям. Олег Крикун не только стал актером фильма, но и сценаристом. Переживал из-за дефекта речи, но в фильме все строилось на актерской игре. Я играю, получается, друга главного героя, боец второго плана. Довольно много интересной, полезной информации. Увидел, что снять кино это не так уж и легко. Это труд. И когда мы начали непосредственно съемки, они каким-то образом очень здорово настроились. То есть, ну, так еще где-то в глубине была такая идея, чтобы фильм был практически без реплик, без диалогов. То есть, у них нет текста. И вот это вот, наверное, получилось. Ну, на самом деле, самое лучшее в этом фильме – это как раз-таки игра актеров. На премьеру фильма пришли представители городского молодежного центра, участники съемочного процесса, актеры главных ролей и массовых сцен. Ветеран Илья Корчагин не смог быть на показе, но пришли его внучка и правнуки. Восемь минут длился фильм, но сказал зрителю намного больше. Мне очень понравилось кино. Мне очень нравится в нем сниматься. И я сильно горжусь своим дедушкой. Участвовать в массовке на самом деле было не так сложно. Но помощь в том, чтобы действительно создать этот фильм. Пусть он будет короткометражный, но он действительно будет о тех людях, которые прошли все это. Ребята молодцы. Фильм достойный. Для детей это достаточно серьезная работа. Вот мне очень понравились молодые ребята, которые играли, которые вот в бою участвовали. Ну, я не знаю, у меня вот как будто я там была рядом с ними. Вот такое впечатление сложилось. Ну, все молодцы просто. Здесь это не мое кино. Это кино детское. Здесь все пляшет от них. Это для них, чтобы они посмотрели, чтобы им еще дальше хотелось еще больше таких же серьезных работ. То есть, ну, во всяком случае не стыдно. После увиденного зрители еще долго не могли уйти из зала. Делились впечатлениями, задавали вопросы создателям фильма. Возможно, в будущем мы увидим его на конкурсах и фестивалях. Но важно то, что в его создании участвовали сами дети. А это значит, что подрастающее поколение не просто чтит и интересуется историей своей страны, но и помнит ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. Не в землю нашу полегли когда, а превратились в пен журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Леона Коблева, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.